привет бывают случаи в жизни не часто что уж там когда тебе на глаза попадаются большие крупные такие произведения не в смысле объема это как раз бывает чаще чем хотелось бы а смысле содержание и сегодня как вы догадались я с радостной вестью я посмотрел такое произведение меня зовут андрей цветков и сегодня на операционном столе фильм йоргоса лантимоса надеюсь я правильно произношу фамилию бедные несчастные и так фильм повествует о женщине которые пересадили мозг ее собственного ребенка звучит конечно ужасно но это оправданный основной идеей ужас так сказать неприятная необходимость белла так зовут женщину в исполнении эммы стоун учится познает мир познает себя и удивляет зрителя во всяком случае меня простотой логикой и удивительным взглядом на мир человека не приученного к нравам долгой и упорной дрессурой ну или воспитанием как хотите было не очень понимает нравов говорит правду получает удовольствие там где и хочется его получить удивляется что таким же образом не поступают другие удовольствие эти слава богу безобидны никому не вредят если что-то делает ее счастливы и она просто берет это тут чтобы понимали речь в большей степени идет о сексе это как дело происходит немного разукрашены викторианской эпохи то конфликт между обществом осуждающим столь легковесное сексуальное поведение и женщиной не имеющий в голове преград для получения сексуального удовлетворения когда и этого хочется и с кем ей этого хочется и столько раз сколько ей этого хочется очевиден как восхитительно прелесть таких фильмов очень многослойно здесь можно обсуждать все сразу частями или в перемешку можно рассматривать отдельные эпизоды можно говорить о концепции произведения например суровая завязка насколько она оправдана как много людей оттолкнуло от просмотра этого фильма замечательного фильма или сексуальное поведение женщины и мужчины почему женская свобода считается чем-то пошлым вульгарным непристойным а мужская какой-то удалой доблестью как много мы судим о людях на основании их внешнего вида не пытаясь разобраться в самой сути человека урод снаружи приравнивается нами к уроду внутри почему насколько мы люди показательно нравственные и одновременно лживые и безнравственные можем осуждать женщину за как нам кажется непристойное поведение и тут же украсть деньги которые она эта женщина хочет передать бедным и при этом мы вроде как остаемся нравственными людьми тем много наверное перечислять все не имеет смысла это фильм для хорошей умной компании посмотреть вместе а потом пару часов провести в дебатах удовольствие доступная единицам в общем друзья мои смотрите бедные несчастные я не знаю великое ли это кино это только время определить но это безусловно большое кино в котором каждый найдет тему для размышлений и свою собственную трактовку главных мыслей интересно в этом смысле сравнить два фильма материнский инстинкт который я обозревал на прошлой неделе и бедные несчастные чем хорошее кино отличается от большого и ту же безусловно хорошего в хорошем фильме материнский инстинкт и обсуждать это собственно нечего хороший фильм ты его смотришь с удовольствием большое кино это то о чем ты долго думаешь размышляешь то что задает большие и маленькие сложные и неоднозначно трактуемые темы послевкусие едва ли не лучше самого фильма добрый вечер отдельно хочу сказать про ему стоун прекрасный пример актерского дарования эмма не просто почивает на лаврах эксплуатируя свою популярность она ищет она работает развивается но она прогрессирует очень ускоренными темпами настолько не похожи ее фильмы друг на друга насколько прекрасно исполнены в этих фильмах ее разные совершенно разные роли бедных несчастных она проживает развитие своего персонажа на таком высоком уровне что наблюдать за этим чистое беспримесное удовольствие филигранная точность невероятный уровень ну и конечно нельзя сказать о всех кто работал над этим фильмом изъянов в нем нет но и главная заслуга в этом конечно режиссера йоргос лантимус блестящая работа подписывайтесь на канал ставьте лайки и не забывайте про репосты подписывайтесь на телеграм если хотите поддержать мою работу подписывайтесь на бусти всем спасибо за просмотр за лайк за вообще внимание к моей скромной персоне пока